Он решил к исламу добавить элементы христианской религии, эллинизм греческий. И вот появилось такое новое учение, во главе которого он и встал. Но в мусульманской стране, в Египте, сказать, что учение пророка Мухаммеда устарело, это, конечно, было равносильно подписанию смертного приговора, поэтому этот Аль-Хаким очень плохо закончил. Он однажды выехал ночью из Каира поведетировать пустыню, обратно больше уже не вернулся, нашли его только окровавленную одежду. Но после него осталось очень много последователей. И вот один из его учеников, которого звали Мухаммед Аль-Дарзи, он занял его место. И вот этот народ стал на седине Аль-Дарзи, друзы, вот в памяти бытого человека. Народ очень открытый, очень доброжелательный, хлебосольный. Вот, когда мы к друзам приезжаем здесь на горе Кармель в их ресторанчик, на обед, обычно мы там обедование все делаем на экскурсиях. Так вот, насколько они открыты и насколько они доброжелательны, настолько же они закрыты по отношению своей религии. Никому они не рассказывают о том, где, как, кому они молятся. Ну, известно то, что они монотеисты, то, что они верят в единого Бога. А вот остальное все это тайно за семью печатями. У меня есть знакомый Кит, он друз по национальности. Вот на все темы с ним прекрасно можно общаться. Как тема заходит религия, начинает уходить от прямого ответа на вопрос. Так что все это в тайне. Друзы очень и очень патриотично настроены государству Израиль. И служат они в армии обороны Израиля, в основном в полиции и в пограничной страже. Они знают, они говорят на арабском языке, прекрасно понимают...